Решим задачу под номером 27862 из открытого банка заданий ЕГЭ по математике. Найдите хорду, на которую опирается угол 120 градусов, вписанный в окружность радиуса, равного корню из 3. Покажем сразу вписанный угол С, который равен 120 градусов. То есть угол С равен 120 градусов. Кроме этого, известен радиус окружности. Он равен корню из 3. Давайте покажем в том числе и радиус. То есть соединим для этого центр окружности, обозначим точкой О и соединим с концами хорды. То есть вот таким образом. Тогда ОА равно ОБ и равно радиусу. Или давайте сразу покажем. То есть радиус равен корень из 3, поэтому ОА равно ОБ и равно корню из 3. Далее. Угол АСБ это вписанный угол. Он опирается на дугу АБ. На большую дугу АБ. То есть вот на эту дугу. На большую дугу АБ. А это значит, что он равен половине градусной меры дуги, на которую он опирается. То есть градусная мера дуги в два раза больше, чем сам вписанный угол. Это значит, что градусная мера дуги АБ, большей дуги АБ, равна 2 умножить на вписанный угол АСБ. АБ, поскольку градусная мера дуги в два раза больше вписанного угла, который опирается на эту дугу. Таким образом, тогда градусная мера дуги будет равна 2 умножить на 120 градусов. И получаем 240 градусов. То есть большая дуга равна 240 градусов. Найдем меньшую часть дуги АБ. То есть дугу АСБ. Дуга АСБ. АСБ. Тогда будет равна, надо от 360 градусов, вычесть большую часть дуги АБ. Градусную меру большей части дуги АБ. Равно. Подставляем. 360 градусов перепишем и вычтем градусную меру дуги АБ. То есть 240 градусов. Отсюда получаем 120 градусов. Итак, дуга АСБ, градусная мера дуги АСБ, 120 градусов. А значит, центральный угол АОБ, который опирается на эту дугу, равен тоже 120 градусов. Почему? Потому что центральный угол равен градусной меры дуги, на которую он опирается. Центральный угол равен самой градусной меры дуги, на которую он опирается. Это значит, что угол АОБ равен градусной мере дуги АЦБ и равен 120 градусов. Таким образом, вот этот угол АОБ 120 градусов. В равнобедренном треугольнике АОБ проведем из точки О на основании АБ высоту. Проведем высоту вот таким образом. Давайте пока эти 120 градусов я уберу. Что тогда мы получим? Если мы провели высоту в равнобедренном треугольнике на основании, то эта высота является также бисектрисой угла О. Это значит АОК равен углу БОК и медианой. То есть АК равно БК. Таким образом, угол 120 градусов делится высотой ОК пополам. Это значит тогда угол БОК будет 60 градусов и угол АОК тоже будет 60 градусов. В прямоугольном треугольнике второй острый угол будет равен 30 градусов. Почему? Потому что сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90 градусов. Если один из острых углов в треугольнике БОК равен 60, значит второй 90. Потому что надо от 90 от 60 будет 30. То есть получается 30 градусов. Второй острый угол равен 30 градусов. Далее, теперь найдем катет ОК. Катет ОК равен половине, если он лежит напротив угла в 30 градусов, то он равен половине гипотенузы. Это значит, что катет ОК равен половине ОБ. Так и запишем. То есть ОК равно ОБ пополам. ОБ разделить на 2. Получаем корень из 3 на 2. Таким образом, ОК равно корню из 3 на 2. Ну и теперь найдем БК. А потом, чтобы найти АБ, мы умножим БК на 2. Или сразу давайте запишем. АБ равно 2БК. То есть АБ равно 2БК. АБК мы сможем найти из прямоугольного треугольника ОБК. из прямоугольного треугольника по тереме Пифагора. Тогда получаем равно. Двойку перепишем. А вместо БК запишем корень квадратный из разности квадрата гипотенузы и второго катета. То есть получается тогда ОБК квадрат минус ОК квадрат. ОК квадрат. Подставляем. 2 умножить на корень. Вместо ОБ корень из 3 квадрата. Значит сразу давайте. Корень из 3 квадрата это 3. И минус ОК квадрат. ОК равно корень из 3 на 2. Возводим в квадрат. То есть возводим в квадрат корень из 3 на 2. Получается 3 четвертых. То есть вычитаем 3 четвертых. 3 четвертых. Приводим под корнем к общему знаменателю. Тогда у нас получается. Домножаем на 4. 12 минус 3 в числителе. В знаменателе 4. 12 минус 3 9. Их будет 2 умножить на корень из 9 четвертых. 2 умножить корень из 9 четвертых. Это 3 вторых. На двойку можно сократить. Получаем 3. То есть хорда АБ получилась равна 3. И запишем число 3 в ответ. Ответ 3. Задача решена.